И давайте сначала посетим глубины Асина. Как вы можете видеть, здесь стало недоступно логово обезьяны-стражи. И это значит, что там что-то происходит. И быстрее, наверное, будет добежать от леса. Хотя, может быть, и не очень быстро. И теперь появляются духи. Так, и здесь мы внизу можем наблюдать последнего ситимена в этой игре. Давайте опять подготовимся. Ставим божественное конфетти. И зонт. Ну, этот парень попроще, чем предыдущий. Здесь хотя бы есть место, где развернуться. В отличие от того, что ущелье с речкой. Кстати, ему тоже можно сделать смертельную атаку в воздухе, если подпрыгнуть вовремя рядом с ним. Так, я думаю, можно конфетти продлить. Все равно не хватит. Так, страх. За страхом тоже желательно следить. Блин. От этого луча не так-то просто увернуться. Сэкономил зонтик. Зонт больше экономить не будем. Кажется, конфетти нам сейчас не хватит. В связи с моей безвременной кончиной. Точно. Попробуем так добить. Он дает важный предмет для апгрейда. Кольцо мятежника. Старое кольцо, судя по размеру на женский палец. На внутренней части кольца выгравирована надпись «Зимородок». Им можно перенастроить свисток в протезе. Если дунуть свисток с кольцом, зазвучит красивая и печальная мелодия. Возможно, ее печали хватит, чтобы временно усмирить голос гнева. И это кольцо еще раз доказывает, что у Рещика все-таки была подруга, которую звали «Зимородок». Странно, правда, имя для подруги, но все же. В одном из своих диалогов он рассказывал про то, как она играла ему на свистке, и это его успокаивало после многочисленных тренировок. Давай теперь переместимся в разрушенный храм. И, как мы можем видеть, Рещик куда-то пропал. И теперь нам придется самому заниматься своим протезом. При помощи кольца мы можем улучшить наш палец, свисток, усиленный кольцом мятежника. Его свистом можно сводить с ума призраков и зверей. На кольце выгравирована надпись «Зимородок». Раньше печальный крик «Зимородка» слышался по берегам реки в опустившейся долине, но теперь это в прошлом. И, как я уже ранее говорил, «Зимородка», скорее всего, съела обезьяна-страж. Все, что от него осталось, это вот этот палец и кольцо. Давайте апгрейдим. И куда же пропал наш Рещик? Давайте спросим у единственного свидетеля. Он говорит, что Рещик куда-то ушел. Судя по всему, он узнал, что готовится масштабная битва. Пошел на поле боя. И здесь у нас призрачный кунай. Вдруг ни с того ни с сего продается. Но почему он здесь продается, мы узнаем немного позже. Как вы помните, этот кунай продавал ранее Анияма. И здесь у нас сожгли нашу ветку, по которой можно было быстро добраться на окраины Асина. Здесь проход теперь закрыт. И давайте проверим вход в заброшенное подземелье. Но здесь, к сожалению, тоже все перекрыто. Давайте поговорим с торговцем. Он, конечно, говорит про Дидзиамона. Ну, извините, пришлось его отдать для опытов. И, кстати, Тасаку, который обработал в этом подземелье и в конечном итоге сошел с ума. Возможно, вообще работал на генетира. Ну, ничего сверхнужного он в данный момент нам не продает. Лучше не тратить пока что сэн. Они нам еще пригодятся. Ну, а нам остается только переместиться в комнату Кура. Окно здесь заперто. Единственный способ выбраться наружу – это воспользоваться окном в пыльной библиотеке. И здесь нам открывается не совсем лицеприятная картина. Воины Министерства, воспользовавшись смертью Иссина, решили устроить масштабное наступление на замок Асина. Похоже, использует при этом все возможные средства, в том числе даже огнемет. И давайте сначала активируем недоларейщика, которые у нас перестали быть активны. Здесь нам нужно сделать одно небольшое дельце. Там у нас тоже какой-то замес, не будем вмешиваться. Удачный выпад. И здесь у нас появляется новый противник. Его нужно обязательно убить, чтобы… чтобы добыть часть чёток. Также его можно подслушать. Но, к сожалению, нам придется убить элитный боец Асина, Удзинари, Мидзуо. Подобного противника мы уже убивали на самом деле. Единственное, что он толком умеет, это постоянно делать такие двойные выпады. И нам нужно эти выпады просто тупо парировать. Да, иногда он делает такую горизонтальную атаку. Да, даже мне не дал ничего сделать. Ну что ж, попытка номер два. По идее, этого парня можно поджечь. У него красные глаза. Все, у кого красные глаза, я боятся огня. Именно, кстати, поэтому воины Министерства используют огонь против воинов Асина. Так как они боятся именно красноглазых воинов. Ладно, не будем его пытаться атаковать. Проще смотреть, как только у него меч сверкнет. Спамим блок. Оу! Да, иногда, когда мы не попадаем, он сносит нам жизнь. Достаточно много жизни. Поэтому за жизнью желательно бы тоже следить. Ох! Да, он что-то пытается выдумать новое. Но в большинстве он делает просто эту двухударную атаку. И очередная бусина четок. И больше нам, в принципе, здесь сделать-то и нечего. Давайте используем идол возвращения, чтобы не терять время. У нас, кстати, накопилось четыре бусины. Мы можем улучшить нашу выносливость. И прочитать про девятые молитвенные четки. Отец Роберта прибыл в Японию из далекой страны в поисках бессмертия. Отражать удары тысяч клинков казалось ему за это небольшой платой. Отец Роберт это тот самый рыцарь в доспехах, которого мы скинули с моста. Если кто не помнит. Ну что ж, давайте продолжим. Так, по идее, здесь можно забраться на самый верх. Но здесь, кроме идолоречка, больше ничего и нет. Ну, можно его тоже активировать. И в очередной раз полюбоваться красивым видом. Ну что ж, теперь нам предстоит попробовать вмешаться в весь этот замес, который тут происходит. Ну, давайте для начала все это бахханалио пробежим и активируем еще один для дворечика. Можем видеть, мост опущен. К тому же еще подожжем. И вот это место, оно очень хорошее для фарма различных ингредиентов. Для апгрейда. Опыта и сэнд здесь много не заработаешь. Но различные ингредиенты вполне. От них сыпется. Но для этого лучше всего апгрейдить золотой зонт. Забежав в кучу, можно использовать этот зонт, чтобы распотрошить все карманы этих воинов. Ну, я, пожалуй, тут все это дело уберу, чтобы они тут не мешались. Здесь также можно пообщаться с умирающим воином Асина. Субтитры сделал DimaTorzok По идее, мне должно быть абсолютно фиолетово на всех этих воинов Асина. И можно спокойно уже бежать и спасать Кура. Но чтобы, как так сказать, открыть здесь все и вся, нужно будет все-таки им помочь. Итак. Пока они тут отмечены битвой, давайте перережем. Злодеев из министерства. Так. Ребята из Асина, я на вашей пока что стороне. Давайте переберем этих красных ублюдков. Так, не-не-не-не-не-не-не. Я просто на тебя посмотрел, не могу меня атаковать. И, как можно видеть, с моей помощью воины Асина практически расправились со всеми воинами из министерства и принялись за меня. Вот эти вот парни, они очень мощные. Можем видеть, тут везде битва. Сюда не плюй. Так, здесь нам понадобится линия-то скотина. Так, здесь нам понадобится. И они действительно тут перебили кучу народу из министерства. И первым делом захватываем генерала. Это один из семерых копеносов Асина. Очень сильный противник. И пока я прыгал, он меня успел убить. Немножко поможет нам. Ну, наш генерал с катаны тоже не так-то просто. Так, ну, к сожалению, он погибает. Его время окончилось. Так, и здесь нам помогут петарды. Блин, как же он меня бесит с этим копьем. Петарды на самом деле тоже здесь не особо помогают. Позволяет, чтобы нанести лишний один удар, наверное, более. Он делает выбоды, но даже после Микири он достаточно хорошо себя чувствует. Выпадов он делает очень много. Успел. Чтобы хоть как-то сносить ему выносливость, нужно снять хотя бы немного жизни. Так, нужно заткнуться и сконцентрироваться. И это на самом деле один из самых сложных полубоссов в игре. Что-то тут растелся. Да, и это самое начало игры. Если мы пойдем туда... Запрыгнем наверх, то мы как раз попадем к той самой двери, куда убежал Кура. И там нас ждет последний босс в игре. Но если мы сейчас это сделаем, то мы пропустим много чего интересного. Давайте заберем гремучую ртуть. И немножко отдохнем. Ну что ж, вернемся обратно за Макасин. Оу! Так низко нам не нужно падать. Последуем совету этого умирающего воина. Даже на крышах здесь происходит замес. Можно видеть, как полуночники сраждаются друг с другом. Как-то странно. Темные и светлые. И у светлых горят глаза. Как раз вот, скорее всего, те, у которых горят глаза, они наверняка сражаются на стороне воинов Айсена. Мы тоже будем вмешиваться. И... Ох ты! Классно! Как мы с ним разминулись. И причем он еще и упал. И... И вот как раз про этого воздушного змея нам говорил воин Айсена. Используя его, можно очень быстро переместиться к мосту, который ранее был разрушен, но он сейчас цел. На расширьèmes. From there. Here to know. И если... Сама, я не могу. 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 Ну что ж, ладно. Немножко придется поработать на воинов Асина. Здесь у нас внизу находится старый знакомый. Бросук черная шляпа. Мужчина. Немножко. 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 Я не могу. Это, мне кажется. Немножко. 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 Я здесь. Немножко. В деяческом языке. Немножко. Немножко. Л know. Скаты. Так, к тебе я вернусь немножко позже. Ну а ты что, расселся? Так, перемотаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Ух, здесь еще один. Зачем я сюда пошел? Давайте попробуем его одолеть. Ау. Так, он делает выпад. Ах, не успел его захватить. Быстрее попробуй. Вообще, двоих у меня шансов вообще очень мало. Отвлекся. Еще и третий. Вообще прекрасно. План стелс не удался. Ну ладно, пусть там шарахается. Не будем его к себе призывать. Так, здесь где-то есть стукач. Идем. За этой травычей ни черта не видно, что он там делает. Блин, где-то черствует. А вон он сидит. И при тем, как сражаться он с тем здоровьком, красный страж, Сига Китти. Почти как Юни Китти. Не знаю, в курсе кто или нет, кто такая Юни Китти, но... Есть такая. Давайте все-таки расправимся с этим парнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бронированная сволочь. Ну, эту табличку мы уже читали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну так, ну и теперь нам пригодится... Не огонь... А встроенное копье. Блин, и как он меня заметил с таком расстоянии? Не знаю, зачем я из-за таблетки, но так, на всякий случай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверху, сворачиваем мы шею. И после этого... И после этого... При помощи копья раздеваем его... Снимаем с него всю броню. Потому что в броне он практически не уязвит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он тоже любит бухать, но в отличие от других пьяниц. Он так же любит рыгать огнем, а не отравой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ууу! Управил меня в дальний полет. Попробуем запарировать его огромную ночь. Один раз получилось. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Что я делаю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Хехехех, а как так-то? Наконец-то. Давно пора было это сделать. Что-то я перенервничал, когда у него осталось так мало концентрации. И мы получаем бусину отчеток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то сломал врата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этих парней я ненавижу больше всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да я хотел забрать этот предмет. Да черт с этим предметом. Так, топор. Давайте поставим топор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем пробить их голову топором. Да, даже топор не особо на них работает. Пойду заберу предмет и останавливаться. Да, здесь был тяжелый кошелек. Не помню, может быть. Отсюда... Что, блин? Окей, я понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Воин Асина, просыпайся. Ну, он бесит с ним дальше. В общем-то, мне и хотелось этим заниматься. Если так, проблем хватает. Все в огне. Да какого... Знайпер хреново. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, концентрируется на противнике, но у меня что-то с концентрацией, какие-то проблемы похожи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чайные парни до последнего стреляют. Так, у меня осталось две бутылочки всего, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да куда ж ты зацепился-то мне? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо в глаз, наверное, попал. Так, и что? Где я? После такого попадания, наверное, совсем ориентацию в пространстве должен был потерять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух. Так, и там у нас находится и двурищика. Там лежит, там, лимондуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в нашем состоянии надо бы к двурищиках сходить. Что ж, придется отдохнуть и восстановить всех, кто тут есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Где мои благословения? Ой, только не в огонь. Как вы могли заметить, а не ямы с этой стороны нет. Он переместился на другую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...